Здарова, народ! Видео из формата ответы на ваши вопросы. Меня недавно спросили, какие нужно ставить свечи на москвич. И это вопрос, ну, сказать, ну, обширный очень. Я не могу на него ответить в комментарии, поэтому я решил, ну, типа, попробовать дать развернутый ответ с точки зрения своего видения, поэтому учитывайте, что я, ну, вещаю вам свой взгляд на вещи. Я опираюсь на две важные штуки в выборе свечей зажигания. Первое, это заводские рекомендации. Это точка отсчета, от которой нужно отталкиваться. Вот во всех книжках москвичевских есть вот такой вот разрез, и там написано, свеча должна быть А20Д1. Это означает, что у нее должно быть калильное число 20. Это калильное число, если коротко, это насколько сильно нужно накалять свечу для того, чтобы она давала калильное зажигание. Вот чем больше эта цифра, тем больше ее надо накалять. Значит, она более термоустойчивая, так сказать. И вот вот это вот 20 цифра, это некое символическое число вот этой калильной устойчивости. И получается, завод от чего отталкивается? От того, что мотор умеет, что он выдает по температурам, насколько там оно все в камере сгорания работает. И соответственно, они вычислили, что если немного цифра будет побольше, то есть свеча более холодная, то ее будет забрасывать, и тогда могут быть пропуски зажигания. Если свеча будет более горячая, то есть калильное число меньше, например, как у «Жигуля-17». Соответственно, свеча будет сильнее нагреваться, и возможно тогда появление калильного зажигания. Это первое, от чего нужно отталкиваться, это заводская рекомендация. Второе, от чего я отталкиваюсь, это то, в каких условиях эксплуатируется машина. Вот, то есть я не хочу быть каким-то там догматичным, и на такой вопрос ответить человеку, что вот такие вот свечи, и все. Нет, обязательно учитывайте условия вашей эксплуатации. Я сейчас вам приведу свои условия, и как я действовал, какой у меня был опыт. Я целенаправленно ставил себе свечи, старался ставить «Жигулевские». Вот, более горячие. Почему? Я знаю, что москвич не любит холодный запуск. Вот, и зимой, когда мне нужно было ездить, когда его заводишь, он так не очень охотно заводился. Плюс у меня, я знал, что мотор немного подуставший, возможно, подкидывает масло в камеры сгорания. Соответственно, это масло отлаживается на свечах, и мне, чтобы вот эти вот отложения лучше выгорали на свече, мне нужна была более горячая свеча, чтобы это все надежно сгорело, чтобы свеча сама лучше, быстрее нагрелась, и мотор лучше работал, пока он холодный. Особенно в холодную пору года. И получается, что мой выбор, поэтому, упал на эту свечу. Переживал ли я из-за калильного зажигания? Нет. Переживал ли я, что они у меня расплавятся под большой нагрузкой? Нет. Почему? Потому что я знаю условия своей эксплуатации. Я не гоняю свой москвич выше 4000 оборотов. И то 4000 это очень редко, когда я его крутил в таком режиме, потому что в основном это диапазон работы от двух до трех тысяч. Но в то же время я понимаю, что иногда, иногда где-то там едешь на межгороде, нужно что-то там обогнать, какая-то ситуация экстренная, но это дорога. Вот тут может быть вообще что угодно. Поэтому я понимаю, что есть и обязательно будут моменты, когда нужно будет с мотора выжимать все. И я понимаю, ну, эту философию, понимаю, что москвич это не та машина, поэтому я еду более аккуратно, более спокойно. Вот. Я понимаю, что у меня там запас прочности, например, по свечам, что я не смогу на нем там дубасить в отсечку, да, что я не смогу давать ему большую нагрузку длительный период времени, потому что у меня идет ограничение по свечам. Но для какого-то обгона, резкого там, где-то что-то, несколько передач там, выкрутить его быстро, разогнаться, ну, никаких проблем не было, ни разу. На жигулевских свечах не возникало. То есть, пока эта свеча прогреется, какой-то там газ в пол, разгон до сотни, там 120, может быть, вообще никаких проблем не было. При всем при этом, я получал бонусы от того, что у меня свеча более горячая, соответственно, она лучше очищалась, она более вынослива к налету масла, она лучше работала на холодную. Вот. И все. Вот получается вам мой недогматичный ответ. Учитывайте ваши условия. Если вы там спортсмен, если у вас ваш москвич это какой-то корч, и вы там постоянно его крутите в 6-7 тысяч, то, конечно, вам нужно поставить свечу похолоднее. Я бы на вашем месте поставил там не 20-ку, а 22, например. Немножко более холодную свечу для того, чтобы она могла выдерживать такое. Ну, или, может быть, даже еще более холодную свечу. Но, во всяком случае, это нужно пробовать и спрашивать у спортсменов. Но для обычной гражданской эксплуатации, когда вы неспешно ползете по райончике, когда вам просто нужна машина, чтобы перевести вас с точки А в точку Б без лишней экспрессии, мне кажется, жеулевские свечи с калильным числом там 17. То есть, в наших нормальных маркировках современных это, например, НЖК свеча шестерка. БП-6Е, по-моему, да, БП-6Е, вот она называется, эта свечка. Это вполне себе нормальный вариант шестерка. По маркировке Дэнса это двадцатка. Вот, жигулевская свеча. Вот, двадцатка. Когда это уже идет по маркировке по книжной москвичевской, то это должно быть БП-7Е, ну, то есть, соответствовать вот этому вот калильному числу. Это должна быть семерка или Дэнсу-22. Должна быть тогда цифра 22. И это тогда заводская рекомендация по книге. Я объясняю, почему езжу на двадцатке, потому что я езжу не спеша. Вот, у меня такой стиль езды, что я его сильно не нагружаю, потихонечку, аккуратно. Мне больше интересно ездить с какой-то вот экономией. И вот я перехожу уже к дальнейшему уже собственному варианту, который является уже типа продолжением моей истории с моим двигателем, с тем, что я экспериментирую над своей машиной. Это использование вот такой вот свечи Бош. вот я в своем видео гражданский узам рассказывал, что я хочу свечу, которая более глубоко сидит в камеру сгорания. Видите, она посажена туда более глубоко, и искровой зазор будет уходить более глубоко в камеру сгорания. Хотя, по калильному числу это шестерка и это шестерка, но глубина, видите, у Бошевской вот этой вот свечи больше. Я параллельно на свой канал сразу же вылаживаю видео с неким типа обзором этой свечи. Идея использования этой свечи изначально, как я объяснял, это то, чтобы добавить еще пару миллиметров вглубь камеры сгорания для того, чтобы улучшить детонационную устойчивость. Вот, потому что, как вы знаете, у ЗАМа такая вот серповидная камера сгорания и получается, что от этого места к этому краю ну, совсем недалеко его сжечь, а к этому краю очень далеко получается, да, вот, по этой вот серповидной дуге. И немножко глубже ее туда посадить, это должно улучшить ситуацию. Но, что я вам скажу, на моем нынешнем моторе, который у меня получился, кто там следил за моей эпопеей, у меня детонации вообще нету. даже с достаточно ранним зажиганием, которое затыкает стартер, когда я завожу, да, и момент, что у меня прям противодействует уже воспламенение стартеру, даже на таком раннем зажигании вообще нету детонации. То есть, даже вот с такой свечой, вот, та идея, которая у меня изначально была, сделать мотор с таким вот большим детонационным порогом, что ли, ну, оно получилось. И вот это дело уже, мне кажется, не столь актуальным. Однако, вот я все равно хочу их испробовать, потому что мои свечи, которые там стоят, они работают неважно с пропусками. Поэтому я решил, ну, раз уже все равно свечи нужно покупать, ну, куплю вот эти вот бошевские. Их советовал дедженя Травников, бош, вот эти вот R6, то, ну, хочу испытать их. Думаю, что неплохой вариант будет. Вот, но у меня есть одни сомнения по поводу них. Я поезжу еще вам, может быть, расскажу, в чем фишка. Вот, та свеча, которая неглубоко сидит, у нее искровой зазор находится рядышком с поверхностью камеры сгорания. И вот, в одной книжке по тюнингу я читал такую фразу, как известно, топливо, ну, основа топливной смеси, ну, или вот большая часть топлива, которая в камере сгорания образуется, она движется вдоль стенки камеры сгорания. то есть, ну, я так понимаю, что вот вдоль вот этой вот серповидного потолка. Вот. И, ну, в принципе, похоже на правду, да, когда поршень идет вверх, он ее, как бы, толкает смесь вверх, скоростя достаточно все-таки высокие. Это все дело топливо имеет массу, имеет инерцию, и вполне возможно, что оно там по потолку хорошо шурует в большом своем составе. А здесь как раз рядышком с потолком этим у нас находится искра. И вот как раз в этом месте она и будет зажигать эту более богатую, да, если можно так выразиться, смесь, чем, например, вот это вот. Потому что она немножко дальше будет от стенки, и, возможно, этот момент будет работать немножко хуже. Но это такая версия это теория. Я хочу это дело на себе попробовать и посмотрим, как оно будет ездить. Потом я вам думаю, что отчитаюсь об этой штуке. Как мотор будет работать на этой свече. Причем я сейчас езжу в определенном режиме с определенными своими свечами. Я на этой свече, хотя у нее с завода зазор 0,7, я тоже на ней сделаю зазор 1,1, как на этих свечах, чтобы у меня были максимально одинаковые условия сравнения. Угол зажигания я не буду менять, не буду его трогать, поезжу при одинаковых условиях, и потом по этой свече, думаю, вам еще какую-то информацию подкину. Но, напомню, прямой ответ на ваш прямой вопрос, какие свечи использовать, выбираете сами, отталкиваясь, первое, от заводских рекомендаций, и второе, от ваших условий эксплуатации, учитываете, в каком состоянии ваш мотор, как вы ездите, для чего этот мотор вам нужен, и чего вы от него хотите. Используя такую гибкость, подстраивайте под себя, под свои условия, и радуйтесь тому, что машина именно под вас подстроена. на этом все, счастливо, пока. Подготовка к установке свечи выглядит таким вот образом, я ставлю метку напротив открытого искрового зазора, для того, чтобы не сориентировать в камере сгорания. Также я поставил зазор 1,1 миллиметра, к сожалению, не совсем параллельно получается боковой электрод, но зазор 1,1 у меня ровно посерединке получается центрального электрода. Дальше у меня было тут не совсем прям идеально они совпадали, я немножко пассатижами подогнул и теперь боковой электрод лучше выставлен над центральным электродом. Ну и вот этой меткой помня о том, как располагаются клапана и как располагается у нас свеча в камере сгорания. Я вот теперь смотрю и смотрю без фонарика вам плохо видно. наверное видите что открытый искровой зазор уходит в сторону то есть смотрит в стенку а не в центр а он должен смотреть у меня либо вверх либо под 45 градусов влево. Сейчас попробую подбирать и потом вам покажу. Итак показываю какой результат я получил четвертый цилиндр идеальное расположение третий цилиндр противоположное к идеальному расположение то есть меточка на 180 градусов от идеального дальше тут идеальное можно сказать расположение и тут тоже идеальное эх не повезло мне вот с этой свечкой ну тут компрессия 11 у меня или 11 чем-то надо посмотреть себе напомнить написать то как бы посмотрим как оно еще как оно будет там себя проявлять может еще и не критично что оно ровно на 180 провернуто так ну что момент истины сейчас первый запуск на этих свечах сейчас мы увидим вообще ли они рабочие или что-то там не то работают вроде даже ровненько на всех цилиндрах кстати я проверил по одной свече ну типа знаете не будет ли она доставать когда поршень вверх идет она же глубже сидит я померял штангеном то она сидит глубже где-то на 2,3 миллиметра по сравнению с обычной и думаю крут ну на всякий случай на одной свече то я зажигание выключил у меня же оно тут с кнопки заводится с выключенным зажиганием прокрутил несколько раз двигатель то увидел что не цепляет поршень вот но это в случае с дефорсированным поршнем фрезерованной головой кто там следит за за выпусками гражданский узан тут знает конфигурацию так ну вроде ничего сейчас поеду холодненький не хочет работать бедненький мучаю мучаю ну работает сейчас поеду проверять итак первые итоги первые выводы по поводу этих свечей вот ну поехала машина немного лучше но ну нету какого-то там супер супер эффекта я думаю что это помещается в формат того что старые свечи заменили на новые тем более что на старых были там какие-то пропуски зажигания не только на этой машине но и на инжекторной двенашки вот на тех которых старых ездил на этих вроде постабильнее и немножко получше поехала особенно в начале дросселя когда нажимаешь прям первая фаза вот это вот ну как будто на низах лучше поехала я не знаю может это конечно все не может а так и есть это все субъективщина это не ну не стендовые испытания но я думаю что в формате вот старый заменить на новый машина поехала лучше и за такой заменой сюда она точно поместится а если какой-то там более грандиозный толк уже со временем я думаю почувствую либо замечу на расходе топлива либо на трассе буду наблюдать я думаю это не не ничего не ничего не ничего не ничего не